Настя, Николай Каледа, царица Томан. А уж для Тонки его все дни пролетали незаметно. Часов в одиннадцать на работу, дело сделаешь, Галять уже вечен. Галять пора на свидание. Что с Тонкой сделалось? Чудо какое-то. Расцвела, похорошела, всё время улыбается и сама с собой что-то разговаривает, пока полы в МТМ моет. Ходит по улице, не переваливаясь, как прежде, а гордо, будто королева какая, не идёт, а летит. Причёска высокая, платье оглаженное, завитки около шеи прижались и подёргиваются чуть-чуть. Не спит ночью Тонка, мается на бегудях, но не только от бегудей Тонка мается, но ещё от дум своих. Ведь Коля стал с ней дружить после того вечера. Наступает вечер. Бегут подружка Любка до Тонка в кино. Не на глазах у всей шушукающейся и переглядывающейся деревни сидят в первом ряду с солдатами, кино смотрят. Любка с тем самым Витькой кучерям, а Тонка со своим Колей. Начинается кино, снимет Коля беретку, заблестит лысинка, так и умирает со смеху задние ряды. Но Тонке на них, как до лампочки, наплевать, ведь никто не знает про Коля самого главного, самого настоящего. Какой он нежный да ласковый, когда сидят они на скамеечке возле Тонкиного дома. Кончится кино, идут на скамеечку. Тонка со своим Колей впереди идут, молчат. Ну а Любка со своим голубоглазым идут, смеются. А луна в августе, ну как будто сдурела. Так светло на небе, что не только людей рассмотреть можно, но и каждую травинку в поле, каждый лепесток на дереве. Но самое главное, что в глазах таится, смотрит Тонка Колей в глаза и все видит. Вот раньше слепая была, а теперь все видит. Видит, как поле осеребрится от луны, видит, как звезды на небе горят. Придут на скамеечку, подожмет Тонка ноги под себя, молчат. Только слышно, как Любка с Витькой хихикают возле соседнего дома. Молчат, молчат. И вдруг прошепчет в поле. Тамара! И вот от этого слова у Тонки голова кругом пойдет. И кажется ей, что нет никого на белом свете, кроме их двоих. Ох, как душно, как душно. А он все говорит, говорит, да такие слова. Расстанутся на пороге, уже и петухи поют. Проберется Тонка в комнату. Ляшет, выставится в потолок. И весь вечер от начала до конца переберет. В каждой фразе, сказанной Колей, свой смысл найдет. По-своему перетолкует. Вот смотришь зимой, находим на березку. Стоит она голая, тощая. Ветры ее мочают, снегом засыпают. Морозы колят. Жалуются березкой ветрами. И уже кажется, что не наступит чудо, что не набухнут почки, не появятся на белый свет листочки. Не прилетят птицы, не станут песни расплевать. Стоит березка, живая, пудрявится. А соседки, все с удача, шепчут Тонкиной матери на ухо. Ольга, постередись. Принесет тебе подолик? Вот попомни, принесет. Ну что она связалась с этим пришивым? Ну это у нас этих солдат, как в диковинку. А в свои-то деревни. Да их пруд пруди, как Миш Митя Чанский. Но Ольга не слушает бабли на языке. Да ну у вас. Может и в самом деле это ее счастье. Прибежит Люка к Тонке и намолотит. А у меня кто-то говорит. А у меня кто-то. А у меня вот что. А я ему что-то вот что. А у меня вот это. Ой, такой смешной, что у меня кто-то знает тоже. Ну а вот вы-то что-то говорит. Спросит наконец Тонкий. А Тонка молчит, в окошко глядит. Да разве может она рассказать, что он ей говорит, Коля. Кей, Тонкий. Но это, во-первых, и не расскажешь так, как она есть на самом деле. А во-вторых, этого нельзя рассказывать. Ведь это только их двоих. Ее да Коля. Ну как у березки все лета цветущие, лягующие бывает. Пора осенью, пора листопадок. Так и у Тонки с Колей пришла пора расставаться. Прошел сентябрь, кончилась уборка, сложили солдаты свои палатки в машину и укатили. Оставив плачущую Тонку на дороге. Я напишу, я приеду, торопливо шептал Коля на прощание. Ну а когда улеглась пыль на дороге и вернулись мальчишки на велосипедах с веселым смехом, провожающих стола с алтаном Грейтом, пошла Тонка домой, кромая, переваливающаяся, пришла домой, села, посмотрела на себя в зеркало. И вдруг как упала, и как заголосила по баге. Боженька мой, если ты есть на белом свете, Боженька, помоги мне, помоги мне, Боженька мой. А через неделю пришло письмо. А потом еще одно, еще, еще. Уж эти письма Тонка читала, читала, переписывала, наизусть зубрила. Так и светилась от радости, когда конверт в руки брала. Так всю зиму морозную и дрелась этими письмами. И не жила. Один раз сползала в клуб. Вся завалилась, перекутанная в шарик, в холодную комнату, к заезжему покуту фотографу, который каждый раз при запечатлении нового клиента говорил «Внимание, зимай!». Так и прозвали его одним словом «Внимание, зимай!». «Дядь Вась!» – прошептала Тонка, доставая из кармана маленькую фотокарточку, завернутую в газету. «Сделайте доброе дело, увеличьте фотографию». «Это мы зарыз, это мы быстро оцени, работа, оцени, прохождение!» – сказал «Внимание, зимай!». И в самом деле сделал большой такой портрет на посрамочке, глянцевый и цветной. Коля был на нем цветущий, белозубый, улыбающийся. Уж как нацеловывала Колька своего Колю, весь портрет замусорила. Ну а в конце апреля письма прекратились. Май нет, июнь нет. Тонка уже не знала, что делать, что думать. А Любка про своего давно уже и забыла. Написала мне четыре письма, ну и позабыла. Любка бегала с этими письмами по всей деревне и хвасталась. А когда писать перестала, мне сильно-то и расстроилась, что если я нового не найду. Ну подумаешь, да он же Митя Чанский, что не наесть Митя Чанский. Митя Чанский в деревне звали полумного старичка, который дома-то своего не имел, а ночевал под чужим банем и синовалом. После Любкиных экзаменов в школе мать взяла с избиркнижки 200 рублей и отправила Любку учиться в город Сухуми на борт проводиться. Через неделю пришла терегла. Телеграга. Слышите? 100 рублей. Тычика. Ну что такое тычика? Мать Любкина не поняла, но денег выслала. Через неделю приехала и сама Любка. Денег на копейки учиться не поступила, но зато с модно остриженными волосами в новом плаще из блестящего кожзама и в туфлях на платформе. Приехала на днем, пока матери не было дома. Прибежала Томка, ахала, охала, глядя на одну ногу красавицу Любку. Ну не поступила и не поступила, Эва немецкий завалила. Ну подумаешь я тебе что, работы не найду. Ну хоть съездила, мир посмотрела. Смотрит Томка на Любку, улыбается, а сама вся желтая, только от них глаза видно. Так и сфудала. Слушай, Томка, ты знаешь, кого я видела? В общем, делала пересадку в Саратове и Кольку твоего видела. Колю? Колю? Мне сразу поняла Томку. Моего, моего Колю видела? Ну, то-то и дело, что не твоего. Он, в общем, просил передать. Любка залезла в чемодан и вытащила коробку конфет. Он просил передать. И еще прощения просил. В общем, женат он. У него двое детей и жена. Вот. Кто женат? Мне сразу поняла Томка. Да, Колька, твой женат. Черт лысый. Он тебе мозги пудрил, а ты ему и поверил. Поверила. Он Митя Чанский, что самое именно есть. А с тобой так, от скуки, ну, понимаешь. Ты что, ты что, позеленела Томка. Да я тетчу брать, что ли, буду. На черта мне это надо. Да я сама его жену увидела и детей. А с тобой он так, понимаешь, от скуки, от скуки. Нет, 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 закричала Томка. Нет, это ты все врешь. Это ты врешь все нарочно. Тебе завидно, завидно тебе. Это ты все нарочно, нарочно. Томка схватила Любку за новенький плач, она начала трясти. Да ты что, ты что, чеханулась, что ли. Да на какой ляд мне врать-то тебе. Да то отпусти, дура, отпусти, плачь, порвешь. Отпусти, вопила Любка. Ты сгрешь, змея. Томка выбежала из избы и побежала в свою сторону. Схватила камень, запустила в Любкину сторону. Вытерла слезы и закричала, вгрешь, змея. Нарочно, врешь. Пришла домой, взяла Колину портрет и прошептала. Олечка, Олечка, не вери. Не вери, это она все нарочно. Это она от зависти. Не верь ей, Олечка. Спасибо.